Странное дело, ребята, вот то, о чем мне сегодня хотелось вам напомнить, театр все равно это чудо. Отчего что возникает, когда актер выходит на сцену, иной раз не поймешь. Но почему-то это передается. Я начинаю ощущать запах, я начинаю слышать звук, которого нет. Вот, я, мне передается не, как вам сказать, неназываемое словами ощущение. Вот эта магия, которая существует в театре, она существует. Почему бы на одного актера смотрят, а на другого нет? Один из кожи вон лезет, нам неинтересен. А другой только вышел, и я не могу оторваться. И вся его жизнь для меня, этого персонажа, вдруг становится ужасно увлекательно интересной. Потому что я включаюсь в какой-то круг его ассоциации, его психофизического самочувствия. Как это возникает? Вообще, все объяснить нельзя. Театр – это чудо. Вот как к этому чуду подойти, чтобы не оставалось только арифметика, дважды два четыре? Да, правда. Ну и что? Одна из таких очень важных вещей, ребята, это вы знаете уже давно. С тех пор, как начали учиться, а может и раньше. Очень важно доверять самому себе. Вот вы делаете что-то, если вы себе не верите, вам никто не поверит. Ни зритель, ни друг, товарищ, который в зале сидит, которого вы попросили. Посмотри, как я. Никогда. В первую очередь, самому надо в это въехать. Если вы в это не въехали, вам никто не поверит, у вас ничего не получится. Вот меня интересует этот момент въезда. Как это происходит? Насколько тонка ваша система, насколько она восприимчива, насколько она может воспроизвести это, насколько она за собой поведет вас. Понятно ли я говорю? Вот сейчас вы меня понимаете или нет? Понимаю. То, что это не легко, это действительно так. Потому что мы действительно практически привыкли к тому, что дважды двадцать четыре. Все. Раз. Все. Мы привыкли к этому. И, к сожалению, мы тогда лишаем то, что мы сюда выносим, плоти. Правильно, хорошее слово. Дело, аромата, полноты. Вот это надо в себе развивать все время. Иначе вы просто будете сушеная в обла. И будете только исполнитель. И никогда не станете художником. Потому что там полно тайн. И в тот момент, когда вы себе сказали, это я понял, это логика. Действие, задача, вперед. Здравствуйте, я вас не люблю. Все. Закрывайте заново, сливайте воду, гасите свет. Что за вами вышло? Что вы принесли с собой? Что там за шлейф? Конечно, сейчас смешно об этом говорить, но когда читаешь в этой книге Немирович Данченко ведет репетиции, как Хмелев добивался в «Трех сестрах», где он Тузенбаха играл, чтобы у него... Он с улицы приходит, чтобы у него на ресницах снег лежал. Вот это ощущение, вот с чего мы включаемся в то, что происходит на сцене. Понимаете? А не... Ну, все понятно, молодцы, все хорошо сделали. Следующий, следующий, следующий. Вот с чего мне хочется раскопать и куда мне хочется вас направить. Это я понятно говорю сейчас? Да, да, да. Вот это надо. Вот эти ароматы. Вот эти... Черт его знает, что-то начинает внутри щекотать. Какие-то картины возникают. Вот, господи, если мы сейчас вспомним запах свежескошенного сена. Это же тысячи картин возникают у каждого. У каждого свои очень индивидуально. Но это же жизнь. Вот когда это выходит с актером на сцену, тогда сразу интересно. А когда этого нету, тогда нет. И это неудивительно. Практически вот сейчас с этой попыткой этого упражнения мы очень классно провалились. Очень просто так. Потому что как бы забыто это. И просто посмотрите иногда на репетиции, чем занимаются педагоги. Они вас это вот заводят, заводят, заводят. Обфантазируют все, а вы выходите по-прежнему. Что, опять не так? То я не знаю. Да? А это ведь то, ради чего вы, собственно, и выходите. Это я понятно говорю сейчас? Ладно, хорошо.